добрый день уважаемые коллеги экспертные технологии это то что зачастую ассоциируется с ведущими научными центрами где профессора имеющие счастливую возможность тратить на каждого пациента сколь угодно много времени детально изучают сложнейшие случаи и отчасти это действительно так однако экспертные технологии могут сделать легче и эффективнее рутинный прием в режиме 10 минут на пациента и об этом мы сегодня с вами поговорим и так б режим основу ультразвукового исследования все мы знаем как сильно влияет на визуализацию в режиме правильно подобранное количество и положение зон фокусировки теперь приборы hitachi думают об этом за вас и и фокусинг это постоянная фокусировка по всей глубине сканирования зон фокусировки больше нет изображение четкое от ближней до дальней зоны даже на весьма крупных объектах другая технология существенно улучшающая визуализацию в режиме это карвинг имиджинг или резная визуализация методика обработки изображений позволяющая лучше различать структуры тканей она включает в себя подавление шума в анахогенных областях улучшение визуализации тканевых структур подчеркивающие подчеркивание границ разделения среда обратите внимание как она делает изображение более четким контрастным это снижает нагрузку на ваши глаза и позволяет увидеть больше а устать меньше если во время исследования в режиме выявлено очаговое образование получить ценную дополнительную информацию о нем помогает эластография эластография это технология оценки жесткости ткани которая известна достаточно давно анализирует деформацию тканей вследствие легчайшей компрессии датчиком прибор картирует их различными цветами области с низкой степенью деформации жесткие картируются синим цветом с высокой степенью деформации мягкие красным цветом все остальные участки окрашиваются по градиенту между этими цветами существует шкала эластичности разработана университетом цукуба согласно которой образование делится на 6 категорий в зависимости от того как они окрашены окраска учитывается в границах образования в б-режиме если пределах своих границ в режиме образование полностью окрашивается зеленым цветом это говорит о том что она эластична скорее всего доброкачественное такое образование относится к первому эласты тип второй эласты тип характеризуется неоднородным окрашиванием перемешку синими и зелеными цветами так также выглядят доброкачественное образование но с наличием некоторых жестких фиброзных элементов наиболее сложный эласты тип 3 когда в центре образования окрашены синим цветом а по периферии зеленым это может быть как доброкачественное образование с такой структурой жестким центром эластичной периферии так и начинающаяся развиваться злокачественные опухоли четвертый эласты тип характеризуется полным окрашиванием синим цветом границах б-режима и это характерно обычно для жестких злокачественных образований пятый же эласты тип характеризуется заполнением синим цветом не только границ образования но и периферических зон это характерно для активно растущих злокачественных образований зоны периферии периферического воспаления инфильтрации также отдельно выделяют тип bgr blue green red синий зеленый красный который характерен для жидкостных образований для кист конечно нельзя не сказать что именно компания hitachi является изобретателем технологии компрессионной эластографии и позвольте продемонстрировать вам пример перед вами два образования в обоих случаях пациентки это женщины около 40 лет образование как видите округлой формы с четкими ровными контурами в б-режиме очень похожи по структуре и по воскулиризации несколько отличаются они их а генностью причем образование слева гипоэхогена что может нас немного насторожить а теперь давайте включим эластографии в режиме эластографии образование слева эластично характеризуется первым но может быть вторым эластотипом по шкале цуккуба а справа образование жесткой 4 эластотип и биопсия дает нам ответ образование слева это коллоидный узел справа рак щитовидной железы лишь эластография дала нам достаточно весомый признак чтобы заподозрить что с правым образованием что-то действительно не ладно как бы хороша не была компрессионная эластография это все же качественная оценка не лишенная субъективность чтобы сделать исследование максимально объективно хочется цифр и такая возможность есть во первых в режиме компрессионной эластографии мы можем сравнить жесткость образования и окружающие его ткани получив так называемый индекс деформации во вторых приборы хитачи теперь позволяют осуществлять эластометрию сдвиговой волной с помощью линейного датчика что делает доступным исследование образование щитовидной железы и молочных желез и других поверхностных органов эффективность применения эластографии в диагностике патологии щитовидной железы подтверждается рекомендациями европейской ассоциации специалистов ультразвука в медицине и биологии а в обзоре опубликованном в издании тероностикс данная технология описывается как чрезвычайно вдохновляющая в ней также упоминаются исследования в которых было продемонстрировано что эластометрия иногда позволяет получить диагноз даже в случаях когда биопсия однозначного ответа дать не может теперь поговорим о визуализации кровотока и flow это разработанная хитачи версия энергетического доплеровского картирования с улучшенным пространственным разрешением надавно применяется для визуализации паранхематозных кровотоков этот режим обладает чувствительностью энергетического доплера однако при этом отображает потоки крови с минимумом артефактов и шумов развитием идеи наблюдения за низкоскоростными потоками крови стала новая технология детектив flow imaging или df ай позволяющая увидеть намного больше чем обычные докторские режимы визуализация микровоскулиризации позволяет приблизиться к возможностям ультразвука с контрастным усилением посмотрите насколько больше сосудов мы видим в режиме dfi чем даже в чувствительнейшем режиме и flow для более объективной количественной оценки кровоснабжения тканей хитачи разработала так называемый индекс воскулиризации или воскулирити индекс он демонстрирует количество сосудов а технически это количество окрашенных пикселов фиксированной области интереса публикации по данной методики не очень много однако есть сообщение об успешном ее применении в частности для дифференциальной диагностики болезни грейвса и тиреоэдита важно отметить что для корректного результата исследование должно проводиться при стандартных настройках усиления доплеровского режима а также частоты доплеровского сигналы частоты повторения импульса разумеется важную роль в диагностике патологии щитовидной железы играет контрастно усиленное ультразвуковое исследование контрастно усиленное ультразвуковое исследование это узи с применением специальных препаратов позволяющих визуализировать сосудистые русла вплоть до мельчайших капилляров такие препараты представляют собой пузырьки инертного газа заключенные в липидную оболочку под воздействием ультразвука на определенной частоте пузырьки входит в резонанс что позволяет с невероятной четкостью визуализировать их в просвете сосудов поскольку размер пузырьков примерно соответствует размеру эритроцитов они не покидают сосудистого русла и таким образом позволяют нам визуализировать сосудистый рисунок в зоне интереса вплоть до мельчайших капилляров при этом препарат совершенно безвреден и полностью выводится с выдыхаемым воздухом не более чем в течение часа в отличие от доплерографии контрастно усиленный ультразвук позволяет визуализировать сосуда любого калибра независимо от скорости кровотока а также получить важную дополнительную информацию об особенности гемодинамики в зоне интереса за счет отслеживания накопления контраста в течение времени подробности о клиническом применении ультразвуковых контрастных препаратов вы можете узнать из рекомендации европейской ассоциации специалистов ультразвуковой медицины и биологии а также множество различных статей и книг посвященных данной теме когда неинвазивные методы диагностики исчерпаны на сцену выходит конечно же биопсия и тут хитача приходит на помощь с технологией needle emphasis эта технология как бы вычитает сигнал от ткани усиливая изображение иглы за счет электронного наклона лучей и усиления гиперхогенных сигналов с ней намного легче выполнить биопсию и получить качественный материал ну и конечно я очень хотел бы вам рассказать о новинке не только для компании хитач но и для мира ультразвуковой диагностики в целом датчики sim от четвертого поколения sim от или capacitive micromachine ultrasound inducer это новейший датчик не имеющий в своей основе привычной нам пьезокерамики его рабочая поверхность состоит из миниатюрных пластинок которые в свою очередь содержат множество микроскопических ячеек эти ячейки прикрыты тончайшей кремниевой мембраны их высота составляет всего лишь одну тысячную нанометра каждая ячейка представляет из себя фактически миниатюрный электроконденсатор под воздействием высокого напряжения мембрана осциллирует вибрирует и генерируется ультразвук за счет того что эта мембрана такая же мягкая как ткани человеческого тела отпадает необходимость согласующих слоях и это позволяет нам получить идеальную форму импульса и широкий частотный диапазон соответственно датчик обладает крайне высокой разрешающей и проникающей способностью частотный диапазон нашего датчика sim от четвертого поколения составляет от 2 до 22 мегагерц здесь вы видите изображение с фантомов там где стандартный датчик уже несколько теряет в разрешающей способности датчик sim от позволяет получить отличное разрешение при этом когда мы увеличиваем глубину до скажем 8 сантиметров датчик sim от также прекрасно показывает себя там где стандартный линейный датчик уже проникающей способностью не обладает датчик 4g sim от поддерживает практически все режимы работы стандартных линейных датчиков это и базовые режимы работы и и flow энергетическое докторское картирование и даже эластографии таким образом один датчик позволяет вам применять его во множестве различных исследований как поверхностных органах таких как щитовидная или молочная железа так и для исследования брюшной полости здесь вы видите изображение щитовидной железы полученная с помощью датчика sim от а вот здесь тот же самый датчик но уже исследование кишечника посмотрите и там и там вы получаете прекрасную визуализацию ну разумеется новые технологии направлены не только на получение большего количества информации они также призваны и облегчать непростую работу врачей олед монитор с большой диагональю настраиваемая сенсорная панель управления большое количество портов и держателей датчиков делают работу на экспертном сканере быстрее и проще таким образом снижая усталость специалиста и повышая качество диагностики поэтому я желаю вам чтобы в кабинете каждого из вас находился ультразвуковой сканер экспертного класса и вы получали от удовольствия от работы на ультразвуковых сканерах hitachi каждый день благодарю вас за внимание и после homes и и и и и и и и и